В соседней Хакасии вводят комендантский час из-за ситуации с коронавирусом. Уже сегодня учебные заведения отправили на досрочные каникулы, а с четверга объявлен жесткий локдаун. Жителям региона с 28 октября по 7 ноября будет запрещено выходить на улицу с 10 вечера до 6 утра. Гражданам старше 60 лет и вовсе нельзя покидать места проживания в течение всей нерабочей недели. Кроме того, в крупных городах на этот период будет приостановлена работа общественного транспорта, а водителям такси можно будет заниматься извозом только при наличии сертификата о вакцинации или справке о перенесенном заболевании. Хакасия – первый регион в стране, где вводят подобные ограничения, и вот как на это реагируют жители республики. Тут сразу много вопросов. Когда остановили общественный транспорт, кто-то подумал, как те же медики будут набираться на работу и с работы. Я вот не уверен, что у консистер-санитарки, да собственно даже у врачей есть личный автомобиль. Однако в постановлении губернатора Коновалова, который такую меру объявил, нет ни слова о компенсации медикам за такси. У нас в общественности уже появилась шутка во многих комментариях в социальных сетях. Валентина Коновалова сравнивает с Марией Антонеттой, которая говорила, хлеба нет, ешьте пирожное. Здесь также, он говорит, на общественном транспорте ездить нельзя, ездите на такси. Абсурд в том, зачем ограничивать людей после 60 лет. Сегодня была сессия Верховного Совета, спикеру Верховного Совета. Более 80 лет спокойно ходит на работу.